Добрый день дорогие друзья! Добрый день! Солнечный день из Сиднея, из Австралии. Очень красивое место, где я сейчас нахожусь, это все кулаки. Здесь вот и мост, и кораблики, и опера-хаус, и ботанический сад. Короче говоря, одно из самых интересных мест в Сиднея во всей Австралии. А мы поговорим о тех проблемах, которые будут терзать вас. Ну терзать я, как бы говорю, насмехаясь, потому что на самом деле у вас не будет особых проблем, потому что у вас есть мы. Не только у меня есть вы, но и у вас есть я. Таким образом я могу решить ваши проблемы, и ребят, которые меня окружают, такие же, как вы, помогут в этом решении. Так что не бойтесь особо, все у вас будет хорошо. Первое решение, которое вас поджидает, это решение проблемы с проживанием. И здесь надо думать о том, как учиться и жить недалеко, удобно, чтобы у вас размещение было по возможности комфортное и недорогое. И при этом, до того, как вы сюда приедете, чтобы не было хостелов, на которые приходится тратиться. И там тоже есть, в общем-то, плюсы. Но тему вообще, где жить, мы обсуждали очень часто. Есть свои плюсы и минусы. Но возникают проблемы меблировки, возникают проблемы с кем жить. И вот мы создали уникальный проект, когда люди делятся своим мнением, делятся своим размещением. То есть снимают трехбедровник на троих, иногда даже на шестерых. И, соответственно, надо подбирать этих вот мейтов, надо подбирать людей, с которыми вам будет удобно жить. Но это все процесс, и это процесс, который и есть сама жизнь. Решение проблем – это и есть жизненный процесс. Вторая – это проблема быстрого решения, получения Unique Student Identifier, Photocard – это ID, White Card – допуска на строительные объекты для подработки, банковского счета, а также таксового номера и номера австралийского бизнес-предпринимателя. Вот, соответственно, интересно, зависит так вертолет. Интересно, да. И эти проблемы я решаю или наши ребята помогают вам решать, в общем-то, в самые первые дни. Быстрое нахождение подработки – это мы вам гарантируем. У вас будет выбор. Выбор многочисленные строительные, служивающие профессии, то есть hospitality service industry. У вас будет возможность, может быть, попасть на офисную работу и многие другие работы. Чем быстрее вы начнете работать, чем больше и лучше вы будете зарабатывать, тем лучше будет ваше и финансовое, и эмоциональное состояние. Опять-таки, мы эту проблему тоже уже решили. Сделать вам удобный график учебы. У нас есть четыре режима обучения в нашем колледже УЭЦ, например. Мы стараемся помогать вам с графиком обучения в Кингсовом институте, в других учебных заведениях. Но это проблема, которую надо решать, потому что от вашего обучения зависит, как вы будете работать. Самый простой пример. Мы начинаем обучение в Лоид Синтернешнл колледж в 5.15. Это дает возможность всем ребятам нормально работать и, соответственно, потом приходить на обучение, потому что мало какие работы продолжаются после пяти часов. Обычно у нас начинается учебное время, когда все люди закончили работу. Соответственно, мы эту проблему тоже, можно сказать, решили. Следующее. Нам надо быстро поднимать уровень английского языка. Ребята, все ваше будущее зависит от того, как вы быстро поднимите английский язык. Соответственно, мы рассылаем вам специализированные учебные материалы, мы делаем индивидуальный подход к вашему обучению, когда вы этого хотите, к обучению на курсах английского языка или даже параллельно с каким-то высшим образованием, средним специальным. Поэтому это проблема, но эта проблема тоже уже решена. Нахождение основной работы для мигрантов. Вот это очень важно, дорогие друзья. Почему? Потому что это и есть ваш путь, основное, что будет для вашей миграции. Соответственно, мы проводим сейчас курсы подготовки, подготавливаем резюме, подготавливаем вас, интервью. Огромное, большое, большое, огромное спасибо Косте за то, что в этом так усиленно участвует, статистически он и возглавляет всю эту программу. Я думаю, что в этом как раз и есть основное направление развития нашего, потому что во всех остальных сферах, как я уже сказал, мы уже продвинулись достаточно далеко. Ребята, ваша проблема в том, что вы доходы и расходы не очень, скажем так, балансируете. Вы должны понимать, что с одной стороны, если ваши доходы и подготы, расходы вырастут, то вы станете, в общем-то, финансово нежизнеспособны. Ваша финансовая подушка растает. Но в то же самое время, если вы будете думать только о доходах и не будете расходовать деньги на вещи, которые нужны для вашего иммиграции, вы потеряете время, у вас времени просто не будет. Иммиграция требует затрат времени, этого у вас просто не будет, поэтому всегда думайте об этом. И самое главное, есть вопросы транспорта, то есть покупки своего автомобиля, например. Есть вопросы здоровья, есть вопросы отдыха, есть вопросы своего бизнеса, открытия своего личного дела, вопросы продвижения по бизнес, иммиграционной, карьерной линии. И эти все вопросы тоже должны быть сбалансированы и должны решаться. Но у вас есть я, у вас есть вы, вы все, которые помогаете друг другу. Это титаническое усилие, которое 24 года строилось. Но мы все-таки построили эту систему. И сейчас мы ее расширяем, сейчас мы ее углубляем, сейчас мы ее делаем более эффективной. И этот процесс бесконечен. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok